Друзья, завершается событие на Warface Open Cup весна, и мы сейчас пообщаемся с победителями, с представителем победителей сегодняшнего капа. Он сам представится, потому что у него какой-то сложный никнейм, который я не смогла сразу запомнить. Всем привет, меня зовут Егор, мой игровой никнейм QuickScope. Расскажи, пожалуйста, как вам удалось в финале такого льва замочить, как Arena Stars? Мы, в принципе, все прошлые турниры были к ним готовы. Мы, фактически, все последние 9 месяцев играли только с ними. Ну, большую часть, по крайней мере, из всех наших тренировок. И каждый раз на лане нам чего-то не хватало для того, чтобы выйти в финал. Осенью мы проиграли как раз-таки им, выиграв первую карту фактически в нули, а потом просто пару обидных раундов отдали и проиграли им. Это, получается, было осенью, полгода назад. А к этому Open Cup у нас произошли такие достаточно большие решафлы в составе, и мы начали тренироваться. У нас достаточно хорошее общение было до этого. Мы с этими ребятами давно очень знакомы уже, как бы там, условно говоря, с начала Warface. Как бы уже, ну, куда-то два, наверное, два с половиной. И играем во многие игры помимо Warface вместе, как бы, когда мы были не в составе, и сейчас, как бы, когда в составе. Мы катаем во все почти игры. У нас есть тимплей, взаимопонимание и уважение друг к другу. В какие вы игры помимо Warface играете? Что они вам дают? Просто эмоциональную разрядку или вам удается что-то даже потренировать и что-то полезное потом принести в Warface на тренировки из этих игр? Мы играем в Хизи и в ВКС. Но, наверное, все, что мы можем унести из какой-то игры, это, наверное, из Counter-Strike, потому что там очень сильно развивается логическое мышление. То, как ты тащишь какие-то клатчи и делаешь какие-то правильные мувы для команды. Там, конечно, не такая динамичная игра, как в Warface. Нету всяких резуректов, там нету инженеров, которые там полечат тебя. Но это достаточно хороший буст к твоему скиллу и пониманию вообще игры, того, что происходит на карте. В Warface все-таки командная игра и вам нужна какая-то хорошая атмосфера в команде, чтобы успешно все это реализовывать, что вы задумали. Но еще нужны умы определенные. Думать-то тоже там нужно что-то. Вы заранее какие-то стратегии продумываете и реализуете или чаще импровизируете и получается? Так как я являюсь координатором состава, я фактически отвечу за то, что мы делаем на карте. Но когда мы готовимся к турниру, мы собираемся все вместе и слушаем предложение каждого игрока, его предпочтение, что он хочет играть, какие позиции он хочет занимать. И из этого делаем какие-то выводы и лепим из этого стратегии, которые мы будем юзать. Но допустим на лане сегодня были некоторые моменты, когда мы импровизировали, потому что наши какие-то наготовки не получались просто. Вот и все. И получалось достаточно продуктивно, раз мы стали чемпионами. Да, действительно. Многие отмечают еще, что этот лан отличается от предыдущих. Ты как человек, который посетил уже не один ивент, расскажи, какие у тебя впечатления, ощущения от этого лана? Стало лучше, хуже, почему? Этот лан действительно отличается от прошлых. Мне очень понравился именно этот кап в плане организации, в плане того, как нас привозили, как нас увозили. Как вас привозили? Мы приехали когда у нас в 5 часов вчера, нас забирали из гостиницы на минивэнах, привозили сюда и с утра сегодня тоже, но мы пешком, правда, пошли. Вот. Мы приехали, сделали новые футболки, новый дизайн, очень классно. Дали нам лонгсливы, вроде это называется, да, типа такие кофточки черные тоже, с эмблемой Warface. Вот. Ну, очень классно, то есть нам вчера, прям, когда мы приехали, пришли в мейл, нам сразу же дали поиграть в компьютеры. В прошлые 2 лана такого не было, то есть мы приходили вечером сначала, не собрали до сих пор, приходили с утра, до сих пор не собрали. На зимнем, когда были проблемы даже во время лана, то есть, которые не смогли пофиксить даже до конца. И в этот раз организация очень порадовала, и мы смогли полностью подготовиться, привыкнуть к атмосфере, к СНС, все настроить грамотно так, чтобы было удобно всем. И это, конечно, очень замечательно. То есть, конечно, спасибо им за такую прекрасную организацию. Отлично. А вопрос не по теме. Откуда у тебя, почему ты в шапке, и откуда у тебя такая шапка? А, мы приехали на лан вместе, ну, у меня в команде играет Шаолинь. Это его кепка. У меня тоже есть кепка, но мы ее забыли в номере в гостинице, он мне отдал свою. И я, ну, в ней играю, мне нравится в кепке ходить просто. Вот и все. В этом весь секрет, да? Можно померить? Ну, без проблем. Теперь я в кепке. На, забирай. Держи кепку назад. Да. Ну да, я померила все, я теперь на себя посмотрю на камеру, потом как мне идет, не идет. Вот. Значит, вам понравился состав, в котором вы сейчас играете, да? То есть, скорее всего, решафлов к следующему сезону не ждать. Решафлов, но они чисто теоретически могут быть. Если кто-то не захочет играть. Но так, что мы кого-то выгоняли, это вряд ли. Потому что, в принципе, все показали очень хорошую игру. Каждый исполнял то, что он должен был исполнять. Конечно, я не могу не выделить того, что сделал Шаолинь на последней карте. Он, в принципе, в онлайне прекрасно отыгрывал и на лане. Чудесно. Он сделал фактически сейчас последнюю карту. Для нас подарил первое место. Мы с Ваней и с Бабо не становились чемпионами. Они все чемпионы. И я, на самом деле, благодарен за то, что у меня есть такая команда. Как бы они относятся к пониманиям. Когда ты плохо играешь. Допустим, я на последней мапе неплохо сыграл. Мне никто даже за это ничего не сказал. Чудесно. Но, тем не менее, у тебя своя роль в команде. Как сказал капитан, капитан Паника ваш, сказал, что ты всех успокаиваешь и координируешь. Почему именно ты этим занимаешься и откуда у тебя такие качества? Я не знаю, на самом деле. Когда я давно-давно, год назад играл снайпером, я, в принципе, как раз таки являлся тоже координатором. Потому что я всю игру строил под себя. Под то, как катаю я. То есть я бегу, как бы я не говорю, куда мы идем. Просто делаю где-то фраги. И, соответственно, команда идет за мной. Все пытаются как-то меня там полечить, чтобы я дальше убивал или помочь мне просто. А потом, когда... Ты Лерой Дженкинс такой. Лерой! Раньше, да. Но сейчас у меня немножечко другая роль в команде. Я должен исполнять именно свою роль. Я стараюсь приносить просто пользу своей команде. Вот и все. Ну, отлично. Поздравляем вас с победой. И с этим вообще замечательным ланом и днем. В заключение слова привет и обращение ко мне. Да, я хочу передать привет своим лучшим друзьям, своей маме, отчиму, сестре, папе. Своим родным, вообще всем близким, кто поддерживает меня даже несмотря на трансляции. Своей команде и нашим, конечно же, фанам. Спасибо большое за интервью. Сейчас наш оператор проснется и выключит, потому что у нас уже заканчивается хронометраж. Нам нужно укладываться в 15 минут, а он про нас забыл почему-то и даже не вспоминает. Ну, в общем, короче, я даже не знаю, что сказать. Давай еще о чем поговорим. Я правда не знаю, войдет это в интервью или нет, потому что на YouTube должно влазить в 15 минут, а Майкер нас не слышит. Вот он и слышал. Да. Да, спасибо.